В ближайшую среду свой профессиональный праздник отметят сотрудники патрульно-постовой службы. Это подразделение одной из важнейших в структуре МВД. Ведь именно ППС работает, как говорят сами полицейские, на земле. Иногда даже случается так, что на смену мужу охранять правопорядок выходит его супруга. Как, например, это бывает у чаты Григорьевых. Командир отделения ППС Павел Григорьев знает, в это утро с окончанием дежурства его поздравит жена. Правда, не на пороге дома, как у большинства сослуживцев, а прямо возле шлагбаума родного КПП. Виктория тоже сотрудница патрульно-постовой службы, тяготы которой переносят наравне с мужчинами. Например, когда надо догнать правонарушителя. За несовершеннолетними распевающими пьяные иногда стараются убежать, наркоманы в основном убегают. Тоже за ними бегаешь. А что делать? Надо догонять. Павел пошел на службу в полицию в 2006 году. Работа показалась ему интересной, и свое мнение он не переменил до сих пор. Конечно, при патрулировании бывает разное. То надо преследовать правонарушителя, то разнимать пьяные драки. Но при этом сотрудники ППС твердо придерживаются одного правила. Стараться не применять табельное оружие. Были случаи, когда и на адресах невменяемые под алкоголем, под наркотиками, с топорами, с ножами бросались на нас вообще ни из-за чего. Просто невменяемые. Оружие вообще часто приходится применять? Нет, ни разу. Почему? Зачем калечить людей? Старались минимизировать. Тут больше разговор помогает, поясняет супруги, отмечая, что 80% работы – это именно общение с правонарушителями. При этом Викторию выручают еще и то, что по образованию она психолог. Психологи, они ведь везде нужны. В основном мы общаемся с пьяными, с наркоманами. Они тоже все люди. Тоже иногда просто общение надо. Несмотря даже на то, что они пьяные. Дома супругу в Григорьевых ждет 4-летний сын, который уже сейчас в восторге от того, что папа ездит на машине с огромными мигалками. Вполне возможно, когда подрастет, он тоже пойдет по стопам родителей. Продолжив традиции семейного подряда, на небе патрульно-постовой службы. Субтитры создавал DimaTorzok